Здравствуйте. Российские министерства и международные финансовые институты постоянно пересматривают оценки роста ВВП России в сторону понижения. В то же время, даже с учетом ухудшенных прогнозов, российская экономика выглядит лучше многих стран. Как мы используем это преимущество? Насколько экономические проблемы россиян зависят от них самих, а насколько от действий властей? На эти и многие другие вопросы мы попробуем ответить с нашими гостями. Это Сергей Губанов, профессор, главный редактор журнала «Экономист». Добрый день. Здравствуйте. И Павел Сокодынский, директор московского филиала «Энерготрансбанка». Добрый день. Здравствуйте. И, господа, сразу первый вопрос. Сможем ли мы нащупать дно, а нащупав его, сможем ли мы оттолкнуться? Ну, если снизу не постучат. Я к тому, что вот мартовский прогноз пересмотрен опять в сторону понижения, причем довольно-таки существенно. Если в марте мы ожидали 4% роста ВВП, то теперь в октябре мы уже ждем максимум 3%. Это на период с 2011 по 2015 год в средний. Ну, я здесь могу внести некоторые уточнения. При этом надо выбрать сразу позицию, да? Либо мы можем делать вид, будто все в порядке. Проблема только в затухании темпов роста. Но рост есть. Да, но рост есть. Либо называть вещи своими именами. Значит, если называть вещи своими именами, то роста в России в 2013 году нет. Есть состояние автономной рецессии, пока еще умеренной. И в цифрах это выглядит так. Первый квартал минус 0,7%. Второй квартал минус 0,1%. И первое полугодие минус 0,4%. Откуда такая разница в подсчете? Дело в том, что подсчет ВВП это балансовый метод. Произведенная часть должна совпадать с потребленной. И вот в 2013 году этого совпадения нет. Оно покрывается так называемым статистическим расхождением. Но статистическое расхождение мы не можем использовать ни на цели потребления, ни на инвестирование, ни на индексацию социальных расходов. И итог того, что по элементам конечного использования имеется спад, выражается сегодня в бюджетном кризисе. Опять-таки пока умеренном, но он все равно требует того, чтобы мы сейчас прибегли к помощи резервных фондов. Но помощь эта не безгранична. Срок ограничен. И по подсчетам, если тратить в таком темпе, как сейчас приходится, чтобы поддерживать статистический рост ВВП, этого хватит по моим расчетам максимум на полтора года. И я думаю, что такая оценка, она совпадает не только в нашем экспертном и профессиональном научном сообществе, но и в международном. Вот отсюда плавные, такие градуированные, буквально еженедельные поправки к прогнозу. И те цифры, которые вы назвали, они уже тоже давным-давно пройдены. Почему? Потому что сейчас, да, они уже не актуальны. Сейчас уже стоит цифра 1,3 по году. Но это опять-таки, повторяю, это по одной стороне. А если брать элементы конечного использования, то мы по году получим небольшой, но минус. Четвертый квартал по ряду причин будет у нас полегче, чем первые три. Хотя эта легкость, надо сказать, относительно почему. Потому что появились несколько новых фундаментальных факторов, которых не было еще в 2011 году, в 2010 году. И вот эти факторы, они очень сильно лимитируют сейчас возможности маневра на базе существующей экономической системы, на базе экспортно-сырьевой модели. И если вот называть уж совершенно точно вещи своими именами, то мы, можно сказать, уже допрыгались. Какие факторы, о которых вы сейчас упомянули, которые нас ограничивают? Первый фундаментальный фактор, который появился, это отрицательная эластичность экспортного спроса по цене. Вот так выглядит это в краткой профессиональной формулировке. А что за этим скрывается? Если раньше мы считали, что высокие цены на нефть и на наши сырьевые товары – это гарантия высоких темпов роста ВВП, то сейчас по мере роста цен на группы сырьевых товаров наших, основные статьи экспорта… Это уже ничто не гарантирует. На европейском направлении происходит снижение спроса, спроса физического. А для специалистов такая ситуация, отрицательная эластичность, она о многом говорит. Это что значит? Это значит, что у наших основных экспортеров, Газпром и так далее, нет уже монополии. Почему ее нет? Значит, появились источники замещения. И действительно, мы видим, что энергобаланс ЕС очень сильно изменился. И сейчас около 20% по последним данным приходится на так называемые альтернативные источники или на зеленую энергетику. А вы понимаете, что такое по такому чувствительному направлению, как топливные энергетические ресурсы, возможность маневрирования спросом в пределах 20%? Это уже практически смена модели. Почему? Потому что был рынок продавца, стал рынок покупателя. И вот это фундаментальный фактор. Когда меня спрашивают, насколько это долго, все, это уже всерьез и надолго. Это означает, что... То есть нас ждут 10 тучных лет, как сначала сказали в зарубежные институты, а потом уже подтверждают ваши слова и наши правительственные спикеры. Ну, не тучных, а тощих. Да, 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 простите, тощих. Там вот такая-то соотсмена. На самом деле нет, я бы не списывал 10 лет предстоящих. Естественно, мы не будем сидеть сложа руки. Это совершенно понятно. Понятно, что сегодня нужно просто-напросто очень спокойно оценить реальность. А реальность изменилась. Вот это нужно сделать профессионально, без драмы, без трагедии, без завывания, без причитания. Что мы имеем? По большому счету, вот описанная ситуация, это дефолт экспортно-сырьевой модели. Ничего страшного здесь нет. Все, мы прошли один этап с помощью этой модели. Прошли не очень хорошо с точки зрения развития производительных сил. Можно было пройти с гораздо большей эффективностью. Но незачем сейчас смотреть назад. То есть мы сейчас констатируем такую мягкую посадку. И вот вчера господин Силуанов, это наш российский министр финансов, он признал, что цель по росту экономики в этом году вряд ли будет достигнута. Это речь идет об 1,8%. Честно, правду матку, но тем не менее это было признано, сказано. А вы сейчас по сути расшифровываете, что за этим следует. Мы сейчас уходим на новости. Большое вам спасибо, что вы включаетесь в нашу программу. Это я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям. Звоните по телефону 65 10 99 6, код города Москвы 84 95, либо пишите нам на сайт финанс.фм на страничку программы «Парадокс». Мы сегодня констатируем то, что Россия находится в глубокой рецессии, хотя в сравнении со многими странами она не очень глубокая. Обсудим пути выхода из рецессии в оставшиеся три четверти программы. Мы продолжаем обсуждать развитие страны. У меня сейчас вопрос к Павлу. Вот с учетом того, что опять прогнозы и сценарии пересматриваются, помимо роста ВВП пересмотрелись еще инвестиции. В марте мы еще ждали около 8%, теперь максимум ждем 6% инвестиций. А приток капитала, если мы еще в марте думали, что он сократится на процент, то в октябре мы уже решили, что он будет падать еще сильнее. И уже такая цифра, как на 2% будет сокращаться приток и еще больше. Как вот с этой денежной составляющей нам быть? Как ее оценивать, кстати? Это так же, как и с ростом ВВП, только вершина айсберга? Давайте я начну с роста ВВП. Очень хорошо, что, собственно говоря, и власти, и эксперты, что они делают прогнозы в соответствии с тенденцией. Потому что, если мы помним, когда это было во время кризиса 2008 года, то все валилось, а эксперты рисовали там пусть небольшой, но маленький рост. И опять, снова месяц проходит, опять все валится, опять показывают маленький рост. Сейчас, собственно говоря, признали, что да, это есть. Даже помните, когда кризис был, даже, значит, новояз такой появился, в частности, Клепович, вот, так называемое, пока продолжается пауза роста. Говорили об этом. Потом вот Улюкаев там называл все это новой нормальностью. Потом я вот недавно в газете и по клиентам ездил, по своим, в регионах, вот, значит, такая фраза в газете, заголовок, растет неиспользованный потенциал российской экономики. Потрясающая психологическая уловка. Вот сейчас, конечно, да, сейчас, конечно, есть некий ор, ор, там, волки-волки, есть некий алармизм, но здесь, мне кажется, что важны не взгляды, а длина этих взглядов. Вот, значит, если говорить о том, что, да, структура промышленного производства в России неэффективна, значит, незначительные поставки готовы и наукоемкой продукции, вот, и, по-моему, вот тут у меня данные 0,31% мирового производства наукоемкой продукции России, вот, и удельный вес ее в национальном экспорте не превышает полутора-полутора процентов. Ну, понимаете, в чем дело, что, значит, от сырьевой модели экономики так просто не уйти, и никто России с нефтяной иглы слезть не даст. Вот, это, отвечая на ваш вопрос, деньги, оценка инвестиций и так далее. Коллеги, поймите, значит, мы достаточно плотно занимаемся кредитованием именно реального сектора экономики. То есть это те предприятия, которые выпускают реальную продукцию, где-то наукоемкую, где-то, значит, капиталоемкую. То есть поймите, что для развития любого современного производства нужны долговременные вложения средств. Их сейчас нет, взять их неоткуда. А, значит, короткий капитал, который, то есть ему нужна короткая доходность, поэтому, собственно говоря, ну, нет этих денег. Тем, у кого есть деньги, выгоднее найти им другое применение и в других частях мира. Не вкладывать в производство. Да, да, да. Поэтому у нас либо вдруг свой капитал, значит, какие-то внешние инвесторы, они будут вкладывать в нас. И таким образом наше новое российское производство будет приложением к уже существующему западному, собственно говоря. Или, значит, оно, значит, никоим образом оно не станет независимым и не станет конкурентом тому производству, которое, собственно говоря, делают западные компании. Так что, если говорить о том, что, значит, падает норма инвестиций, да, это падение существует. Значит, в России достаточно, я бы сказал, даже здесь не кризис идей, кризис дохода, значит, реализации от идеи до конкретного воплощения в продукт. Вот здесь вот, вот здесь вот, это, конечно, должна быть роль государства, это роль, значит, институтов государственного, которые должны помочь предпринимателю довести свою идею до производства. Ну и, конечно, роль банков, и банки к этому готовы. Ну, кстати, насчет банковского кредитования и ставок мы поговорим чуть позже, во второй половине программы. Вот снова к Сергею вопрос. Вы заявили о том, что Россию уже как поставщика стали заменять в Европе, и Павел заявил, что с нефтяной и газовой иглы нам никто не даст соскочить. Сможем ли мы тогда в связи с этим переориентироваться, ну, скажем, на Азию? Ну, во-первых, такие попытки уже есть, но Китай гораздо менее сговорчивый партнер, чем Евросоюз. Плюс требует большего дисконта. Это само собой, но Китай — это примерно СССР 30-х годов. Это бурно растущий, растущий за счет любых средств. Ну, они уже эту предпосылку просто-напросто прошли, поэтому она им сегодня не нужна. И, естественно, это колоссальная схватка за сферу влияния. Это крайне осложняющий фактор, тем более Китай вытесняет Россию в инфраструктуре Средней Азии. Поэтому, и плюс самый большой фактор негативный, что выступать в качестве энергопоставщика для Китая... Ну, для Азии вообще. Ну, Азия сегодня — это доминанта, так сказать, вот, китайской экономики, большая, так сказать, экономика, емкий рынок. Это значит геополитически превращаться из партнеров в соперников. И вот это самый крупный осложняющий фактор. Почему? Потому что китайской индустрии не противостоит равноценная российская индустрия. А это такой геополитический перекос, который ставит нашу страну на грань геополитического раскола. Мы сегодня — зона борьбы за сферу влияния между тремя крупнейшими центрами. Это Китай, Евросоюз и Соединенные Штаты. Это надо очень четко понимать. Поэтому экспортно-сырьевая модель на азиатском направлении — это агония. Что касается того, легко соскочить, касается, иглы нефтегазовой или трудно. Ну, с любой иглы, наверное, трудно соскакивать. Как победить голландскую болезнь? Хотя тут нет. Стоит ли побеждать? Вот в чем дело. Может быть, просто, значит, те средства, которые существуют и которые есть с этой нефтегазовой иглы, направить в то же самое импортозамещение? Вот вы сейчас совершенно правильно сказали по поводу того, что, значит, Китай доминирует на территории Средней Азии. Но Средняя Азия — это наша. Это Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, часть Казахстана, понимаете? Да. Вот я не знаю просто, но вот мы видим реальный опыт импортозамещения, когда на Украине ездят так называемые «богданы». Извините меня, но это наша десятка. Почему вот это импортозамещение не провести в страны нашей же Средней Азии? И таким образом, во-первых, заполнить наши рабочие места и, собственно говоря, и коллегам-то помочь из Средней Азии. Кстати, вы сейчас очень интересный рецепт помощи российской экономики вскрыли — это развитие внутреннего потребления. То есть замещаем импорт своим собственным произведенным товаром, либо произведенными товарами по соседству, по союзам, там, таможенный союз. Значит, под эту схему надо различать два импульса для импортозамещения. Один конъюнктурный, девальвационный. Мы его использовали после дефолта 1998 года и использовали благодаря правительству Примакова. Девальвационный, вы имеете в виду резкое снижение валюты? Да, да, да. И, позвольте, с этого момента я сейчас наших слушателей успокою, потому что даже мои коллеги боятся обрушения доллара, точнее, обрушения рубля против доллара и евро. Я всем говорю, никакого 40 рублей за доллар не будет, никаких 50 рублей за евро не будет. Не будет. Все, мы уже это прошли. Но самое главное, что каким бы ни был девальвационный шок, он все равно не поможет. Почему? Потому что потенциал монетарного импортозамещения, то есть индуцируемого, кстати, монетарным фактором, этот потенциал уже использован. Все, дважды его использовать невозможно. Поэтому сейчас нужно отстраивать, да, импортозамещение, безусловно, это стратегия развития. Но оно должно быть уже фундаментальным, основываться на фундаментальных факторах. Ну, то есть это даже стратегия государства. Да, а фундаментальный фактор заключается в том, что нужно сегодня любой ценой связать добывающее производство с индустриально-технологическими в единые цепочки. Вот это и будет соскальзыванием с нефтегазовой иглы. Вот это задача, которая называется вертикальной интеграцией. Это очень сложная задача, но отдача ее колоссальная. Вот сейчас идут споры, где наскрести хотя бы какой-то процентный пункт текроста. Вот мне, как профессионалу, это напоминает, так сказать, уже попытки, так сказать, человека, который хватается за соломинку. И я давал расчеты еще в 2008, по-моему, году, когда оценивал эффективность так называемых институтов развития и импортозамещения на базе экспортно-сырьевой модели. По импортозамещению я давал цифру 2,1%. Это потенциал вот того импортозамещения, которое основано на нефундаментальном. Которое в России уже есть. Да, которое уже пройдено, можно так сказать. И потенциал институтов развития аж 0,1% ВВП. Зато потенциал вертикальной интеграции 53,4%. Ничего себе. То есть обгоним и перегоним даже Китай. Я вас хотел бы предвести речь против... Извините, Павел, давайте возьмем паузу на полторы минуты, послушаем новости, а потом продолжим обсуждать эти цифры и эту тему. Уважаемые радиослушатели, звоните по телефону 65 10 99 6, если вам есть что добавить. Итак, мы продолжаем. Гости нашей программы Сергей Губанов, профессор и главный редактор журнала «Экономисты» Павел Сокадынский, директор московского филиала «Энерготрансбанка». Мы намерены обсудить и обсуждаем сценарий развития страны, сравнить положение с другими государствами и их экономические и политические модели. Ну, несколько минут назад мы обсуждали возможности стимулирования внутреннего спроса, а также что к обоим гостям, что еще можно кроме углеводородов экспортировать в Россию? Ну, первое, что приходит на ум и то, что экспортирует Россию довольно успешно, это мозги. Образование. Высокие технологии. Это высокие IT-технологии. Это те же самые облака, то есть это программирование в облаках. Ну, поймите, наши люди это достаточно высокоинтеллектуальные и, самое главное, предприимчивые и быстро адаптируемые к нашей сильно меняющейся среде. Дальше, как это? Не исчерпанные ниши. Туризм, например. Ну, экотуризм, сельхозтуризм. Туризм. Вот. Сейчас скажу еще такую вещь. Понимаете, в чем дело? Что, значит, ну, коли в нашей стране нету точек инвестиций и точек роста, и мы действительно сейчас это делаем, происходит экспорт инвестиций и экспорт капитала. Ну, тут Лиже и здесь Сергей совершенно прав. Мы тут просто до этого разговаривали. Здесь важно, чтобы это были инвестиции не в лазурный берег Франции, а чтобы это были инвестиции в технологии, западные технологии, которые... Оставались бы и работали на России. Которые, пусть они разрабатываются на Западе, но потом они приходят в Россию. Деньги у нас для этого есть. Вот. И вот, что касаемо... Внутреннего спроса. Да, внутреннего спроса. Значит, понимаете, в чем дело? Здесь эта вещь очень обоюдоострая. Да. Действительно, значит, при росте внутреннего спроса может подняться динамика ВВП. В частности, вот, по данным компании Experian, она может разогнаться аж до 4,5%. Но поймите, что это в основном просто кредитный. У нас доходы-то людей не растут. Точнее, может быть, доходы растут, не растет производительность труда. То есть доходы не обеспечены производительностью. То, о чем Кудрин говорил. Да, и здесь, понимаете, опять получится ситуация социальной напряженности, а снова будут винить режим... Режим это... Режим банки. Банки есть. Ну, как же банки не винить? Которые кредитуют и забирают кредиты. Ну, поймите, что жадность и глупость-то это не от властей, не от банков. Это люди. Вот, смотрите, сейчас у нас в 2010 год закредитованность населения была 3,2 триллиона рублей. В 2013 год 8,6 триллиона. Это процентов сколько? Ну, то есть каждый второй кредит тяжело обеспечивается. Фактически, да. Фактически, да, да, да. Вот потреб кредит, средний потреб кредит по России 175 тысяч рублей. 51,5 портфеля всех банков вставляет. И хуже того, хуже того, самое плохое, что если соотнести платеж по кредиту к средней заработной плате, то по посам, по кредитам, которые были взяты в торговых счетах, это да, это 12. По пластиковым картам это 13, а по требованию это 20% ежемесячной заработной платы. Коллеги, это никуда не годится. При всем при этом, при всем при этом, создать собственный бизнес у нас в России хотят всего 2,2% россиян, вот. А 87% россиян, не занятых бизнесом, заявляют, что не видят в своем регионе условий для открытия собственного дела. Вот это вопрос, понимаете? То есть вот это вот, значит, мы можем поднять внутренний спрос только если будут доходы населения. Доходы населения будут, если население будет работать, если будут созданы рабочие места, а не жить в кредит. У нас есть зазвонившийся Петрос. Здравствуйте. Меня глубоко возмущает, глубоко антиэкономические мысли у всех авторов, экономистов и так далее, что надо экспорт поощрять, а импорт всячески... Замещать. Нету импорта, нету экспорта. Есть только равноценный обмен. И ничего не надо мешать экономике, во-первых. Во-вторых... Пусть загибается сама, да? Не будем ей мешать. Если, говоря, говорим про внутренние спросы, и говорят, вот надо кредиты и так далее. Экономика, ну, на кредитах, когда надо отдать больше денег, чем напечатано, это чистый тупик. Надо вспомнить послевоенной Германии уроки. Так же можно отдать больше денег, чем они напечатаны-то. То есть деньги не напечатано, как же их отдать. Как начало разгромленную Германию экономику? Она завела за один день. И внутренний спрос, и все появилось, и рабочие места в неограниченном количестве, и 20 лет... Экхард завел экономику Германии с помощью экономики США. Все, точка. Вот это чушь собачья. Никогда экономика... Сколько в Литве помогали, вот наши, вот это... И все деньги пропали... Да кто наши помогали, это Литве, а не американцы. Вы понимаете? И дайте мне досказать, как вот это началось в Германии экономика. Были разданы населению деньги. И появился внутренний спрос, то есть товарообмен. Потому что экономика, все экономисты не знают, что такое экономика. Экономика это обмен. У нас денег нет, как же мы их отдадим-то? Товарами и услугами. Нет обмена, нет экономики. А чтобы был обмен, то удобнее, чтобы было у населения деньги. Вот поэтому в России это хуже, чем послевоенной Германии. Тут по несколько раз у населения отобрали все деньги, остались только кредиты. А все деньги у олигаршу. Значит, для решения проблем всех надо раздать населению денег на уровне где-то 10 тысяч евро на руки. Спасибо. Большое спасибо, Петрович. А почему не 15? Ну, видимо, речь идет о материнском капитале в том числе. Спасибо большое за мнение. На самом деле очень приятно, что люди нам звонят. И пусть, я так понимаю, это последняя капля, что люди так экспрессивно выражают свои мысли. Ну да, это плохо. Я бы хотел просто внести одно уточнение, поскольку из присутствующих, по-моему, никто не призывал к тому, чтобы жить за счет экспорта. Наоборот, призываем к тому, чтобы наладить фундаментальное импортозамещение, соединив воедино добычу и переработку, высокотехнологичную переработку добываемого сырья в готовую конечную продукцию. Ну, либо равноценный обмен. Это первое. То есть, такие эмоциональные оценки, конечно, они сами по себе, то сказать, понятны, но за эмоциями все-таки не нужно искажать суть позиции собеседника. Это первое и очень, то сказать, важное. Второе. По Германии. Да, Людвиг Эрхарт провел денежную реформу. Она была экспроприционной. Там был очень жесткий коэффициент. И на этом... То есть, изымались активы у бывших функционеров? Ну, нет. И банки, и население... Там изымать-то нечего было. Там разрушено все было. Да, там нечего было изымать. И проблема решилась очень просто. Смысл этой денежной реформы заключался в том, чтобы создать твердую по покупательной способности марку, как стимул накапливать и сберегать. И вот этого... А не тратить. И вот этого Людвиг Эрхарт придерживался неукоснительно. И плюс, у него была дефляционная модель на протяжении 5-7 лет. Вот это нужно очень четко, то сказать, понимать. И японцы шли тем же путем потом. И, в принципе, Соединенные Штаты тем же дефляционным путем выходили из Великой Депрессии. И этот путь был заблокирован политикой Федеральной Резервной Системы в Великую Рецессию 2008 года. И отсюда такие мучительные посткризисные зигзаги с откатами, скачками и так далее и тому подобное. Так что... Ну, зарубежные модели мало применимы в России, я так понимаю. Да уже поздно, наверное, мне кажется. Так что, извините, извините, но фундаментальная экономическая наука, она расставляет здесь все по полочкам и не смешивает под влиянием каких-либо эмоциональных соображений. Что касается, опять же, вот вернемся к совокупному спросу. Здесь правильно Павел сказал, что пир последних посткризисных лет в России, вот тот рост, который мы видели до сих пор, он обеспечен на долговой основе. Вот это тоже новация 2013 года, когда долговое кредитование, долговое инвестирование привело к тому, что сумма внешнего долга сейчас на 200 миллиардов долларов превышает сумму валютных резервов. А это значит, что как бы мы не избегали предпосылок для дефолта, и на этом строилась вся политика так называемой подушки безопасности. Ну, извините, вы, наверное, имеете в виду корпоративный долг, потому что вы внутренний долг небольшой. Суммарный. Да, корпорации государственные. Но речь сегодня, когда пытаемся вычленить только государственные долги, сопоставлять с резервами, это не совсем правильно. Почему? Потому что мы помним 2008 год, 2009, когда в разовом порядке за счет налогоплательщиков на поддержку банковской системы было выделено 5 триллионов рублей, что по тому курсу составляло 200 миллиардов долларов. Бедные банки. И вся эта сумма, увы и ах, но она пошла за пределы России. Более того, за пределами России оказалось чуть больше, 5,2 триллиона рублей тогда. Павел, спасите свою банковскую версию. Нет, дело здесь не совсем. В банках почему? Банки обслуживают ту систему, которая есть. Если будет другая система, инвестиционное кредитование, банки будут исправно работать, как так было в Японии. Японское экономическое чудо основано на общегосударственном плане кредитования. И сейчас они боятся повторить 10 лет застоя, которая, кстати, тоже вытекла из вот этой модели, которая их сначала спасла, а теперь загнала. Им так хорошо, мне кажется, в застое было, судя по картинке из Японии. Вы знаете, лучше быть в таком застое, как Япония сегодня находится, чем в таком росте, который был у нас с 2000 по 2008 год. Это рост без развития. Это две разные, так сказать, абсолютные ипостаси. Почему? Потому что дефляционная модель, она предполагает очень мощное товарное производство. За счет чего дефляция? За счет того, что товарное предложение у вас идет с опережением. Кстати, насчет инфляции и дефляции. У нас в России тоже, если честно, многие экономисты говорят, что у нас неоткуда браться вот этим 5, даже 6 и 7 процентам. У нас тоже по ряду отрасли идет дефляция, и она вполне может перекрыть инфляционные тенденции. Так ли это? Или здесь опять же передергивание фактов? Это не совсем так. Сегодня у нас Росстат не видит дефляционных тенденций. Наоборот, Росстат видит инфляционную тенденцию, и инфляция выйдет за пределы, которые прогнозировались. Это существенно. Это объективно есть причины? Конечно, безусловно. Если мы посмотрим, то вся схема поддержки совокупного спроса, она действительно сегодня долговая и инфляционная. Перервемся на новости. Большое спасибо, что принимаете участие в программе. Или успейте звонить 65 10 99 6. Мы продолжаем обсуждать рецепты развития страны. Обсудили переориентацию на Азию, стимулирование внутреннего спроса, ипотечных авто и других кредитных ставок. Есть еще одна инъекция – приватизация. Почему мы пробуксовываем в ней? И вообще, насколько она действительно может нам помочь? Ну, во-первых, приватизация уже помочь нам не может. Почему? Задача эта заключается в том, чтобы соединить добычу сырья с переработкой внутри страны. Создавать рабочие места. Включить в работу машиностроительный комплекс. Чтобы можно было летать своими самолетами, ездить своими скоростными поездами. Не только в России, но и в Украину, и в Среднюю Азию, и так далее, и тому подобное. Приватизация решает эту задачу. Нет, наоборот, приватизация ставит большую китайскую стену между добычей и переработкой сырья. Значит, нужно идти на вертикальную интеграцию собственности. Вот то, о чем я говорил. Фискальная приватизация, она сегодня не поможет. Ресурсы ее тоже, кстати, исчерпаны. Но самое главное, самое главное, какую макроэкономическую цель мы преследуем. Ведь у нас вносятся предложения, ну ладно, вносили предложения о приватизации, пошли на денационализацию в 91-м году. Ни расчетов, ни обоснований, ни сопоставления затрат и результаты по секторам, там, что получит бюджет, что получат социальные группы и слои. Но уже прошло, извините, больше 20 лет, сегодня методика принятия общегосударственных, народно-хозяйственных решений кардинально изменилась. Все оцифровано. Если вы вносите предложение и нет цифрового обоснования, это не предложение. Вот господин Кудрин внес предложение о реформе МВД по англосаксонскому, американскому, будем прямо говорить, образцу. Особого ума не нужно, чтобы списать у американцев, как построена у них правоохранительная система. Бюро расследования, федеральное разделение, муниципальное и так далее, региональное милиции. Но где цифровое обоснование? Где прямая связь, где механизм между затратами и результатами? Это же 21 век. То есть поэтому критически неконкурентоспособное предложение. Павел, а вот по активам приватизации? Ну вот, значит, просто если посмотреть план приватизации, то у нас получается, ну вот, честное слово, как это, возьми, боже, что нам не гоже. Ну вот, это совершенно верно, что Сергей говорил, то есть что тут можно оцифровать? Ну, Совкомфлот, вот что там можно покупать? РЖД, что там? Шубохранилище покупать? Русгидро, ну вот, а, Уралвагонзавод, отлично. Хорошо, а уменьшение доли государства, хотя бы, в крупных активах, в том же РЖД, чтобы было больше конкуренции, элементарно? Понимаете, в банках, в коммерческих... Дьявол кроется в деталях, дьявол кроется в условиях. Смотрите на условия приватизации. Одним из предложений является запрет на продажу стратегическим инвесторам, которые могут захотеть сменить существующий менеджмент. То есть денег дай, еще и кормить то, что было неэффективно. Дальше. Государство продолжает удерживать золотые акции, которые дадут правительству право вета в вопросах слияния и приобретения. То есть денег дай и будь совершенно бесправный. Это не позиция для инвестора. Любого, что российского, что западного. То есть отсюда и застопрились мы в инвестициях и в приватизацию. Один на три триллиона рублей сейчас бюджет теряет. Ну и самое главное, самое главное, конечно, это как у нас бульдоги под ковром, сталкиваются интересы многих группировок. Поэтому, собственно говоря, приватизация у нас как в этой детской песенке. В этой речке утром рано утонули два барана. Вот вы сейчас сказали о золотой акции у государства. Я так понимаю, что госрегулирование и вообще очень распространенное госвлияние и госмонополия в России, оно здорово мешает. Ну, понимаете, есть примеры, когда оно оправдано? Вот в нашей стране. Да, вы мне сейчас на больную мозоль наступили, потому что я как представитель самой зарегулированной отрасли России, это банковская сфера. Понимаете, значит... На вас всех собак вешу. Да, рынок и государство, они неотделимы. Государство обязано регулировать. Важно, чтобы регулирование было, ну, как помните, чтобы регулирование было вовремя, ровно в той мере, сколько надо, именно в то место, которое надо. Потому что сейчас у нас, смотрите, ну, банковская сфера, ну, существует оторванность надзора от ситуации в экономике. Когда, значит, обсуждали на сайте банковские инструкции, ну, поступило предложение, что кредитовать предприятие только в размере уставного капитала. Ну, извините меня, значит, то есть маме с ребенком 320 тысяч, а предприятию 10 тысяч. Вот, потом, значит, вот, потом, важен не жесткий надзор, а стабильно постоянные правила надзора. Если они меняются постоянно, только это не надзор. И важна комплексность надзора. Потому что, ну, в частности, вот Минфин и ЦБРФ. Вот Минфин отменяет форму 1 и форму 2, ну, я знаю, то есть профессионал знает, о чем я говорю. И вместо ежеквартального предоставления отчетности, говорит о том, что отчетность будет ежегодная. А банкам-то что делать? Как мы будем мониторить выданные кредиты? Как мы другие кредиты будем выдавать? Так называемая управленческая отчетность. Но если раньше на этой управленческой отчетности стояла штамп другого регулятора, налоговый, ей можно было верить. Сейчас банкам кому верить? То есть, понимаете, вот этот вот, вот этот вот, этот лебедь, рак и щука, она ни к чему хорошему не приведет. Ну и вот, да, да, и шибко видно по именно ситуации с банковским надзором и с надзором вообще, что такое впечатление, что хотят вывести здоровые средние банки просто из игры, остановив место госбанкам. Такое впечатление. То есть, это метод борьбы конкурентной. Кстати, вот вышли данные по поводу пленума в Китае, который четыре дня проходил, началось все еще на прошлой неделе. Написано все очень красиво, я бы даже сказал сказочно. Почему сказочно? Потому что инвесторы, биржи и мировые финансовые институты не поверили тому, что говорят китайские социалисты. А именно, они сначала заявили об уменьшении роли государства в экономике. Приятно, но, когда это говорят социалисты, несколько подозрительно. Намерены китайские лидеры обеспечить независимость судебных органов и прокуроров, а также усовершенствовать систему судебной гарантии прав человека. И это все для того, чтобы помочь экономике. То есть, чтобы она больше дышала, больше имела возможности развернуться. Ну, а как вы, как экономисты и как банкиры, относитесь к заявлениям китайских функционеров? Это действительно утопия или все тот же легендарный социалистический строй плюс китайская специфика? Равно капитализм. Китайская хитрость. Ну, я думаю, что тут и источник информации не совсем точный и корректный. Потому что, если вы посмотрите передачу и освещение третьего пленума китайской компартии в изложении «Вашингтон пост» или «Нью-Йорк Таймс», то все ровно иначе. То есть, они заранее интерпретировали? Ну, и сами китайцы, они уже давно не называют себя социалистами. Речь идет о очень прагматичной экономической системе смешанного типа, где ищут постоянно подвижный, динамичный баланс между частным, корпоративным и государственным сектором. И китайцам удается нащупать этот баланс без особых потрясений, без особых, кстати, сдержек. Но то, что они делают, это обычный переход на более высокую стадию традиционного, вот обычного капитализма. Бизнес может действовать независимо на условиях справедливой конкуренции. Конец цитаты. Это мечты неких экспертов. Я видел этот объемный текст, который подготовлен научным центром развития при Китайском госсовете. То есть, это ведущее научное учреждение, научно-аналитическое, значит, так называемый доклад или план 386. То есть, ничего подобного там нет. Ничего подобного там нет. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что китайские корпорации, крупнейшие, нужно достраивать по цепочке нормальными, нормальными звеньями товарно-денежного обращения, банковскими, инвестиционными, с тем, чтобы была их экспансия за рубежом. Речь идет об экономическом наполнении того инструментария, с помощью которого Китайская Народная Республика увеличивает сферы влияния за рубежом, в том числе. Цель Китая какая? Что за этим кроется? Почему идет вот такая рыночная риторика? Потому что сегодня Китай взял курс на превращение юаня в резервную валюту мира. Это нужно очень четко видеть. По-настоящему. То есть, в этом главный посыл. В этом главное. А все остальное это мечты и некие зарисовки, досужие измышления тех, кто смотрит со стороны и не понимает, в чем тут сыр был. И я хотел бы вернуться к госрегулированию у нас. В России? Да, мы очень часто путаем государственное регулирование с клановым регулированием. При государственном регулировании банковская система минимум на 3-4-5 летки имела бы стабильные нормативно-хозяйственные условия. Если нормативно-хозяйственные условия меняются, не то что каждый год, а каждый квартал, то это не государственная регулирование. Клановая. Его можно называть как угодно, кто-то называет бюрократическим, но это клановая лоббистская система. У нас осталась одна минута. Никакого отношения, извините, к государственному регулированию она не имеет. К сожалению, нет. Последний вопрос. Экономист Джим О'Нил, который придумал аббревиатуру BRIC, Бразилия, Россия, Индия, Китай, теперь кается. Говорит, что в BRIC России нет места. Нужно BIC, BIC вместо России поставить Индонезию. Насколько основательны его вот эти вот подозрения, буквально полминутки, с учетом того, что у нас на самом деле-то и выше ВВП на душу населения, хотя они там, конечно, растут быстрее, чем мы. Ну, он сам придумал. Сам и покаялся. Сам и покаялся. Я думаю, что он или прочитал про Тараса Бульбу, или фильм посмотрел про Тараса Бульбу, да, «Я тебя породил, я тебя, так сказать, и убью». На самом деле России совершенно, так сказать, до лампочки, куда ее включают или откуда ее, так сказать, исключают. Нам самое главное смотреть не на зарубежных экспертов, а на то, что мы делаем сами. Большое спасибо, Сергей Семенович и Павел Владимирович. До свидания. И, уважаемые радиослушатели, вам спасибо.